поэтому сегодня ребят кости пекинец успешный успех олег расскажи как ты начал ну все просто в принципе в то время это 10 10 класс я учился в школе я плохо учился рисовал просто на последней партии ну и в итоге как все получилось приходит какой-то чувак и говорить суши чувак сделай мне татуху я знаю что ты нормально рисуешь в татуха в принципе просто нужно нормально рисовать и приносит мне машинку говорит давай сделаем те татуху я говорю как как вообще можно сделать татуировку если я первый раз машинку и даже вижу я даже не понимал как она работает ну он говорит я тебя все научу покажу и ты мне сделаешь я беру nokia приносит машинку мне маш у меня машинка лежит в течение недели потом месяца и что-то этот чувак не объявился аж мне так просто горит короче хочу посмотреть как она как как это вообще происходит сказали однокласснику что мы умеем делать татуировки и он до сих пор ходит с этим партаком мы в итоге сделали такую срань что человек был в шоке но он до сих пор с этим ходит ну и в данный момент конечно он гордится это татуировка вот та татуировка ты когда ее в тот момент сделал ты понял что это плохо или нет да ты сразу знаешь как было плохо вот в данный момент я тебе допустим делаю татуировку и протираю я смотрю что у тебя осталось а в тот момент я думал ну я не понимал как как работает машинка я проводил вот так вот и говорю слушай чувак но смотри ничего не мой ничего не делай эти бинтом за бинт краска должна впитаться ты понял короче вот такая была тема на следующий день смывает а там ничего не да я говорю это все нормально мы его обманули это все нормально я умею делать татуировки нужен второй сеанс у нас в россии когда приходит ко мне клиент да он не понимает что там я уже больше разбираюсь в татуировках да он я начинаю клиенту говорить вернее даже советоваться это больше так как совет выглядит а как в какой вы хотите расположение цвет может быть левее может быть правее у меня был такой случай когда с девочкой спорил что ей нужен был фисташковый цвет а я ей давал болотный такой в принципе это одинаковые цвета и они там но сильно не отличаются но девушка со мной спорила там до последнего что нет мне нужен фисташковый мне нужен вот такой цвет и она пошла выбирала у меня из палитры цветов тот цвет который и устраивает чтобы я его именно на нанес то есть клиент постоянно участвует вот в этом процессе и он в россии да и этот клиент не дает как бы мастеру знаешь развиться и сделать про прям крутую татуху то что он знает и включить полностью весь свой опыт да клин потому что по-другому а в америке когда я начал задавать такие же подобные вопросы ситуация такая вышла из-под контроля и мне клиент уже психанул прям и сказал чувак зачем ты мне спрашиваешь расположение я видел твои работы ты разбираешься лучше этого лучше меня в этом и пожалуйста сделай мне крутую татуху потому что я строитель я в бетоне понимаю и все я зачем ты мне задаешь вопросы я уже сомневаюсь сколько ты сегодня за ну я думаю сколько у тебя расценки твои они прозрачны можно сказать ну да сколько у меня 10 тысяч в час и говорят что это самая дорогая цена в россии но я не знаю до чтобы больше какой-то мастер брал больше там 12 там тысяч 11 тысяч ну да сколько у тебя рабочих часов в месяц сейчас меньше сейчас у меня я же занимаюсь там франшизой да ну мастер может отрабатывать то есть это с выходными 100 часов 100 часов турист теоретически ну мы могли бы предположить что ты там миллион чистыми мог делать могу да у меня была такая проблема когда да может быть кто-то об этой проблеме мечтает у меня была запись на 8 месяцев вперед и у меня была цена кажется шесть тысяч в час и мне меня напрягало то что я не мог контролировать свои выходные то есть я не мог заболеть даже то есть я выходил и больной в состоянии там плохо плохого самочувствовать самочувствие я реально там пытался работать как то вот и тогда как раз я именно повышением цен отрегулировал свой поток сейчас для меня комфортно запись максимум нами на два месяца вперед так как я могу человека перенести без каких-либо проблем потому что допустим если сейчас да вот ты приезжал ко мне ты записался там за месяц допустим да и вот ну вдруг у меня в этот день что-то случилось но не дай бог мне нужно было тебя перенести через 8 месяцев представь ну да есть ты уже не будешь ждать поэтому это но очень неудобно и неинтересно и поэтому я ценой регулировал мы русские что не обделены богом талантами у нас много художников те же две руки что не так почему мы не можем делать так же круто как американцы смотри какой у нас менталитет ты садишься в такси и помнишь такую ситуацию у каждого было когда таксист начинает про политику те рассказывать но он же не политик вот вы говорите да вот вы говорите да да вот смотри и я просто представляю до этого таксиста посадить вместо путина да он прям развалит страну в за три минуты но советы круто он дает понимаешь вот мы умеем разговаривать мы умеем влазить во что-то другая ситуация ты допустим делаешь ремонт в квартире это вот недавно я даже столкнулся с этой проблемой ты делаешь ремонт в квартире приходит один штукатур короче он делает вот так потом приходит другой штукатур он говорит засирает эту работу он говорит нет это неправильно вот нужно так делать 3 приходит еще что-то короче в итоге как вы как итог тебе нужно во всем разбираться то есть ты должен быть штукатуром чтобы тебя не надурили понимаешь это это прям жестко да и в америке допустим человек устраивается допустим 18 лет барменом работать он может барменом доработать даже до пенсии посмотри ты здесь заходил какие-нибудь рестораны здесь нет такого чтобы там бармен взрослый дядечка и красивый смотинге это вообще а-ля подработка считаю да понял но я понял то есть не ценят посвящение другой рада и у нас просто смотри человек берется за татуировку он уже может быть у него в голове цель не дайте какого-то уровня а просто перебиться заработать замутить как мы с тобой разговаривали да вот что-нибудь надо намутить куплю-ка я машинку что ты все-таки оставляешь для этих бизнесменов которые открыт открывая но открывает франшизу тою сколько денежка им останется сколько не могут заработать по твоим подсчетам но через год в месяц легко можно зарабатывать точно да вот и через год ты считаешь что он а месяц да это минимально то есть я думаю что можно больше до ребят калькулятор включили я включу я понял я понял и был охранник студии а были инциденты до нас тут покушение у нас тут было ну хотели убить нас там спалить конкуренты да да но я не буду подробно рассказывать потому что может быть он увидит эту тему а чё не так не подробно но в двух словах ну да там получилась такая ситуация что там выходец какой-то из 90-х там бандит мега мега крутой бандит пообещал что он спалит студию убьет всех просто на говорил на на нас из-за того что есть эго эгоизм он здесь нет ты чувствуешь что-то такой да есть ну было было знаешь у меня даже был переломный момент когда когда у меня вот эта звездная болезнь даже было да было я прям ненавидел себя и меня ненавидели многие говорили об этом и вот я благодарен когда они мне сказали об этом что олег ты меняешься олег остановись там заживаю вот такие как ну знаешь у меня были такие моменты когда я вот как раз с америки прижал мне было плевать на российских клиентов мне знаешь я так мне начинал забивать на них сейчас я понимаю что это была ошибка и я немножко перерос а то и в принципе я благодарен то что это случилось